Девушки отдыхают Вермахта выбрало в качестве направления основного удара 4-й танковой группы. Предполагалось, что ранним утром 3 танковые и 2 пехотные дивизии нанесут сокрушительный удар по советским позициям и сходу овладеют городом. Трассу на Таураге, самое удобное место для танковой атаки, прикрывали две батареи советских 76-мм дивизионных пушек, всего 8 орудий. Первый бой для них начался в 4 утра. 50 немецких танков в течение часа пытались прорваться к городу. Нашим главным противником были противотанковые пушки. Русские солдаты сражались как львы. Мы отбрасывали их за счет превосходящих сил. Они сражались до последнего человека. Победы сходу у немцев не получилось. И все же силы оказались несопоставимы. За первой атакой последовали вторая и третья. К 12 часам дня танкам панцерваффе удалось обойти советские позиции с фланга. Красноармейцы вынуждены были отступить. Вермахт, захватив Таураге, начал развивать наступление на рассеянии. Так закончился всего лишь один эпизод из сотен и тысяч других сражений Второй мировой войны, в которых определяющее значение имели полевые орудия. Какое из них станет самым лучшим, а какое – самым массовым? Сохранит ли артиллерия свое значение? Или время дивизионной пушки уже прошло? Планируя молниеносную войну против Советского Союза, немецкое командование делало ставку на танковые удары. Бронированные к линии панцерваффе должны были быстро и эффективно пробивать бреши в обороне советских пехотных дивизий. Однако уже в первые дни войны стало ясно – дивизионная артиллерия Красной Армии может дать достойный отпор. Красивая сказка о том, что танкисты воюют с танкистами. Идет общий боевиковой бой, самое страшное оружие для танка – противотанковая артиллерия, любая. Специальные противотанковые пушки, обычные зенитки, которые наклонены, гаубичная система, которые не целятся в танк, а накрывают площадь и так далее. Противотанковых пушек катастрофически не хватало. И несмотря на массовый героизм советских артиллеристов, в целом советская артиллерия не смогла сдержать натиск панцерваффе. Неудачный ход сражений, приграничных и более поздних сражений, привел к тому, что советская армия понесла огромные потери, как в личном составе, так и, конечно, в технике. Немецкие танки прорывают советскую оборону и заходят в тыл. Для Красной армии это нередко заканчивается окружением и большими потерями. Ведущий советский конструктор артиллерийских орудий Василий Грабин подсчитал, что для противостояния вермахту производство пушек нужно увеличить как минимум в 10 раз. Неподъемная задача и в мирное время, а в условиях войны и вовсе утопия. Именно такие разговоры ходили в наркомате вооружения. Грабин работал конструктором завода номер 92, который располагался в городе Горьком. Сейчас это Нижний Новгород. И проектировал новую пушку 76-й войны в Испании, пробивая броню легких советских танков БТ-5 и Т-26. Поэтому ее стали производить массово. В Рейнметалл предложили в дополнение к ПАК-35-36 разработать более мощное орудие калибром 50 мм. Не сразу все пошло гладко, но в итоге оно оказалось удачным вариантом и получило обозначение ПАК-38. С 1940-го эти пушки начали поступать войска, и это казалось очень своевременным решением. Однако после нападения на СССР вермахт сталкивается с Т-34. Как только началась Великая Отечественная война, произошло то, что в нашем музее называется «Танковый кошмар Гитлера». С Т-34-кой немцы на поле боя в начале войны не могли сделать ничего. Наша машина лупила всю германскую бронетехнику с расстояния в километра более. Есть свидетельства очевидцев, как немецкий расчет противотанковой пушки стреляет по Т-34. Они с ужасом констатировали, мы стреляем и стреляем по нему, а он продолжает двигаться на нас. Т-34 израсходовал свой боекомплект, затем развернулся и просто уехал. На Восточном фронте 37-мм противотанковая немецкая пушка оказалась практически бесполезной. Слишком малый калибр и слишком слабый снаряд. 50-мм ПАК-38 проявила себя намного лучше. Специальным боеприпасом с твердым вольфрамовым сердечником она могла поражать Т-34 на средних дистанциях, а на предельно коротких даже пробивала броню КВ. Ну, их было мало, и производство их хоть и наращивалось, но потребности фронта были все-таки значительно выше. На Советском фронте вермахт с первых дней начал нести потери, несопоставимые со всеми предыдущими сражениями, и каждый месяц безвозвратно терял около 100 орудий ПАК-38. В такой обстановке использование трофейного оружия оказалось лучшей из возможных идей. В ходе войны вермахт захватил большое количество F-22, и скоро стало ясно, что это была удачная современная конструкция. Пушка обладала очень большой длиной ствола, соответственно, значительной начальной скоростью, там порядка 800, если мне память изменяет, метров в секунду, обладала очень хорошей бронепробиваемостью, высокими маневренными свойствами, и, надо сказать, что такого орудия на тот момент в германской армии не было. Превосходство над немецкими пушками оказалось настолько очевидным, что F-22 переименовали в ПАК-36Р «Русская», и под таким наименованием приняли на вооружение вермахта. Советскую 76-мм пушку F-22 сконструировал Василий Грабин. Её разработка началась в первой половине 1930-х, когда Михаил Тухачевский, отвечавший в то время за вооружение Красной Армии, инициировал создание универсальной дивизионной пушки. Перед разработчиками стояла задача – создать оружие, с помощью которого можно решать разнообразные задачи. Могло быть использовано как в противотанковой, так и в противовоздушной обороне. В теории универсальное использование можно было действительно считать перспективным. Не нужно создавать отдельные подразделения. Одни и те же пушки смогут избивать самолёты и обстреливать вражеские танки и укрепления. Но конструктор Василий Грабин посчитал это мнение ошибочным. Слишком уж разные требования предъявляют к зенитной и полевой артиллерии. Тем не менее, как человек военный, Грабин был офицером технических войск, получив приказ, он начал конструкторские работы. В начале 1935 года опытные образцы, получившие обозначение F-22, были готовы. Они действительно являлись универсальными. Но в ходе эксплуатации F-22 обнаружились значимые недостатки. Пушку было сложно перевозить из-за большой общей длины, малого клиренса и заметно выступающего в сторону подъёмного механизма ствола. А поскольку устройства для вертикальной и горизонтальной наводки располагались по разные стороны ствола, из F-22 стрелять было неудобно. Пушка F-22 должна была наводиться двумя людьми, то есть один наводил по горизонтали, второй по вертикали. В танк попасть очень сложно. Почему? Ведь он же идёт не по асфальту. Задача, конечно, перекрестья, навести, вот представляете, где башня, вот, и башня, и поверхность саму. Вот это место вот надо. Ну, он же идёт, всё время идёт, движется. Они же стреляют. Как универсальное, F-22 ярким достижением не стало, а Красная Армия по-прежнему не имела надёжной дивизионной пушки. К 1939 году состоялось решение, что нужно переходить на другое орудие, более технологичное, более дешёвое. Грабин его тоже разработал. Эта пушка была так называемая F-22 ОСВ, или её ещё называют ВСВ. Хоть в ряде источников она проходит, как и F-22 ОСВ, но на самом деле от самой пушки F-22 там практически ничего не осталось. Механизмы затвора, а всё остальное в этом орудии было новое. 76-миллиметровая дивизионная пушка весила на 135 килограммов меньше своей предшественницы F-22 и в походном положении более чем на метр короче. Однако в начале 1941 года производство было прекращено. Начальник главного артиллерийского управления Красной Армии маршал Григорий Кулик посчитал, что в советских дивизиях пушка ОСВ уже представлена в достаточном количестве. Он не видел в ОСВ перспектив, чтобы использовать её в качестве противотанковой. Он решил насыщать армию более крупнокалиберными орудиями. По штатному расписанию 1941 года в артиллерийском полку стрелковой дивизии числилось только 8 76-миллиметровых пушек. В 1941 году, когда немцы принимали F-22 на вооружение вермахта, они постарались по возможности усовершенствовать пушку и устранить её самые заметные недостатки. Немцы, это талантливые, конечно, инженеры, артиллеристы, подошли к этому вопросу творчески. Они орудие усовершенствовали, устранив целый ряд его недостатков. Первое, это, значит, они перенесли механизм вертикального наведения с правой стороны на левую, то есть сделали оба механизма доступны человеку, находящимися с одной стороны. В остальном немецкие оружейники, по сути, просто вернули первоначальные конструкторские решения Грабина. Советские военные в своё время эти решения отклонили. Казённик, модифицированный F-22, а теперь уже ПАК-36Р, расточили под более мощный снаряд, а на ствол установили дульный тормоз, чтобы компенсировать увеличившуюся отдачу. Подграбинские пушки, которые были захвачены и переделаны, как они назывались, 7,5 СМ-ПАК-36Р русский, они несколько десятков тысяч снарядов сготовили. Канал ствола остался прежний, 76-мм русский. Но гильза была взята немецкая, от 75-мм пушки, при этом снаряд как бы использовался в чертеже советском. И вот они наладили к нему производство этих выстрелов в калибре 76 мм. Но поскольку они были значительно мощнее советского дивизионного выстрела, 76-мм, то потребовалось, ну, скажем так, ограничить энергию отдачи, которая приходит на ствол, поэтому поставили на орудие дульный тормоз. ПАК-36Р отправляли на все фронты, в том числе в Северную Африку, где основными противниками немцев были британцы. Великобритания при этом испытывала большие проблемы с противотанковыми средствами. Еще в боях 40-го года во Франции стало понятно, что стандартное противотанковое орудие, 40-мм или двухфунтовое в британской терминологии, малоэффективно против современных немецких танков «Панцирь-3» и «Панцирь-4». Но даже эти пушки пришлось бросить на материке, и они достались вермахту. После битвы при Дюнкерке британцам удалось перебросить значительную часть войск с материка в Англию, но, спасая людей, пришлось оставить во Франции практически все оружие. Великобритании пришлось срочно приступить к разработке новой пушки. Калибр определили как 57-мм, 6 фунтов. Технические требования оказались достаточно лаконичными. Мощная, легкая и компактная. Предполагалось, что ее будут применять в том числе и при высадке десанта. Совместить эти требования в одном изделии было не так просто. Работы затянулись. Первые 6-фунтовки попали в действующую армию на север Африки только в 1943 году. До этого с танками Ромеля, за стремительность и хитрость, прозванного пустынным лисом, приходилось бороться с помощью тяжелых 87-мм пушек гаубиц. В СССР сразу после начала Великой Отечественной возобновили производство 76-мм пушек УСВ. Их делали одновременно на трех заводах и до конца 1941 года выпустили орудий вдвое больше, чем за все предвоенное время. Теперь маршал Кулик был доволен этим. Свои противотанковые возможности УСВ доказало на деле. В моей батарее были пушки Маркович Ф-22. Они длинноствольные, начальная скорость снаряда очень большая, и они были предназначены для стрельбы по танкам. Но поскольку у них угол возрешения был высокий, аж 75 градусов, то, по идее, конструкторов из них можно было стрелять по воздушным целям. Но, конечно, по воздушным целям мы не стреляли, а вот по наземным целям, по танкам, по другим целям, она была форофая система. Технологичность УСВ оставляла желать лучшего. Грабин проектировал это орудие в мирные времена, а война ставила для производства очень жесткие рамки, меньше расходов материала и затрат рабочего времени. УСВ этим требованиям не отвечало, и нарастить ее выпуск в разы было абсолютно нереально. При хороших баллистических характеристиках она устраивала армию, она была все-таки, в общем-то, дороговата. Для того, для того, той периода войны, в котором вот это все происходило, начальный период войны. Соответственно, актуальность совершенствования этого орудия или создания на его замену нового, более дешевого, с неуступающими боевыми характеристиками была актуальна. Еще в середине 40-го года конструкторское бюро Грабина начало разрабатывать дивизионную пушку, основным назначением которой должна была стать противотанковая борьба. Стало понятно, что немцы будут использовать новые танки, нужно было новое противотанковое орудие, гораздо более мощное, и начались поиски решения, что мы можем противопоставить новым немецким танкам, ну, скажем так, гипотетическим, которые, как считала Красная Армия, должны прийти на поле боя как раз с началом новой войны с Германией. И вот в ключе вот этой задачи началась разработка нового противотанкового орудия, которое будет значительно превосходить состоявшую на вооружении Красной Армии 45-мм противотанковую пушку образца 1937 года. ЗИС-2 должна была пробивать мощную противоснарядную броню, примерно такую, как на советских КВ. За основу нового орудия Грабин взял собственный проект 76-мм полковой пушки F-24. В начале 1940-го опытные образцы полковой пушки успешно прошли полигонные испытания и показали хорошие характеристики. Но военная комиссия этот проект отклонила, и Грабин нашел ему новое применение. Уже в качестве дивизионного орудия. Чтобы сделать мощную противотанковую пушку, F-24 и переработали под снаряд калибра 57 мм. Калибр 57 мм был выбран из баллистических соображений, то есть там были поиски разного рода других калибров, но остановились на 57 мм. Использовалась гильза от 76-мм зенитного выстрела, переобжатая под новый калибр. В результате получился мощный выстрел с серьезным парковым зарядом и очень большой начальной скоростью. По сравнению с 76-мм, такой снаряд разгонялся в длинном стволе пушки до более высокой скорости и лучше пробивал броню. Орудие ЗИС-2, оно оказалось, что равных ему не только нет, даже целей, соизмеримых с ее возможностями, на поле боя не имеется. Немцы пришли на войну в Советский Союз не с теми танками, которые ожидала Красная Армия, то есть какие-то толстобронные тяжелые машины, а вполне себе обычные средние танки, в том числе и легкие машины, захваченные по всей Европе. Они имели не толстую броню. И оказалось, что мощность пушки ЗИС-2, ее бронепробиваемость избыточная, то есть эти танки могла пробивать хоть вдоль, хоть поперек, практически на всех дальностях боя. В 1939 году американские оружейники взялись переделать немецкую 37-мм ПАК-3536. Однако особых конструктивных изменений вносить не стали. Самым заметным отличием от немецкого оригинала стал более легкий лафет. В 1941 году эта пушка под названием М3А1 стала поступать в войска. И тут американцев ждал неприятный сюрприз. Против современных европейских танков их новенькое орудие было практически бесполезно. 37-мм противотанковая пушка, которая была разработана в конце 20-х годов, и к этому времени уже она, ну, как бы сказать, устарела. Фактически еще до войны началась гонка между противотанковой пушкой и соответствующей броней. Уже к 1940 году было ясно, что калибр 3,7 сантиметра недостаточен. Будучи бесполезными в Европе, легкие противотанковые орудия пригодились американцам на Тихом океане. Здесь японцы делали ставку на быструю захватническую войну и в первую очередь финансировали разработки для авиации и флота. Сухопутной армии оружие доставалось по остаточному принципу. Поэтому японские танки были легче европейских, и их было меньше. Оценивая противника по себе, японцы не собирались тратиться на мощную противотанковую артиллерию. Они использовали 37-мм пушки тип 11. И для войны с плохо оснащенными китайскими подразделениями и колониальными британскими и голландскими войсками этого было достаточно. Столкнувшись с советской бронетехникой на озере Хасан и реке Халхингол, японское командование решило обзавестись более мощной противотанковой пушкой. К делу подошли предельно практично. За основу взяли всё ту же немецкую ПАК 35-36 и просто увеличили её под снаряд калибра 47 мм. Однако это привело к тому, что сами пушки стали более крупными и громоздкими, а значит, преимущество лёгкого мобильного применения терялось. Новое орудие получилось более тяжёлым и неповоротливым, но японцы посчитали это приемлемым. Пушка получила обозначение «Тип-1». С весны 1942-го её поставляли в дивизионные противотанковые роты. Даже с увеличенным калибром «Тип-1» оказалась малоэффективной. Для надёжного поражения хорошо бронированных американских танков «Шерман» японским артиллеристам приходилось скрываться в засадах и стрелять с близкого расстояния. Но и эта тактика не всегда приводила к успеху. В боях за остров Лусон один «Шерман» получил шесть попаданий, в пяти из которых броня была пробита, но снаряды не причинили ущерба ни экипажу, ни боекомплекту, и танк продолжал двигаться. Перспектива боёв на европейском континенте, где армии США придётся сражаться не с лёгкими японскими, а со средними и тяжёлыми немецкими танками, вынуждала американских оружейников конструировать более мощное по сравнению с М3А1 противотанковое орудие. Чтобы ускорить разработки, инженеры решили опираться на уже существующее решение. Особо раздумывать над калибром снаряда им не пришлось. Практика показала эффективность калибра 76-мм орудий. Американцы взяли ствол от трёхдюймовой зенитки, а затвор и станину от 105-мм гаубицы. В итоге у них получилась 76-мм противотанковая пушка М5. Американская сторона прибегала к этим пушкам, когда в определённых ситуациях нужно было защитить пехоту от танковых атак немцев. Их эффективности было достаточно, чтобы уничтожить большую часть немецких танков. М5 имела хорошие характеристики в стрельбе, но один существенный недостаток не позволял ей действовать эффективно, как дивизионный. Пушка получилась тяжёлой и неповоротливой. Она плохо приспосабливалась к изменяющейся динамике боя, сказывалась всё-таки торопливость в разработке. Советские противотанковые пушки ЗИС-2 оказались очень хороши в бою, но и очень дороги в производстве. Экономика военного времени не могла себе позволить такую роскошь. По стоимости своего изготовления это орудие было значительно дороже 45-мм противотанковой пушки, штатно-серийное, состоящее на вооружении Красной Армии. Оно было тяжелее, то есть требовало для перевозки этого орудия другие полимощные средства. В результате получилось, что эти траты на изготовление этого орудия оказываются неэффективными. И пушку с производства сняли. В серийном выпуске осталась только пушка УСВ. Но её, по мнению Грабина, нужно было заменить на более технологичное оружие. Подходящая модель у конструктора уже была. Буквально перед самой войной Грабин начал инициативную разработку 76-мм дивизионной пушки, приспособленной для массового производства. Грабин, оценив свои возможности, оценив перспективность, конструктивность схемы пушки ЗИС-2, решил самовольно разработать на её базе орудие ЗИС-3. Тот же самый, используя патрон или выстрел артиллерийский, и снаряд, как его говорят люди далёкие от артиллерии. Грабин взял ствол УСВ, лафет ЗИС-2 и максимально упростил полученную конструкцию. Общее количество деталей удалось сократить на 40%. Новая пушка стала на 420 килограммов легче, а клиренс у неё был выше, чтобы удобнее было перевозить. ЗИС-3 проектировалась под сборку на конвейере. По сравнению с УСВ, выпуск можно было нарастить в несколько раз и обеспечить Красную Армию столь необходимым оружием. Но Кулик восторгов конструктора по поводу пушки не разделял. Вызвало крайнее неодобрение маршала Кулика, курировавшего артиллерию перед войной, и попытки производить это совершенно замечательное орудие на заводе вызвали крайне негативную его реакцию. Опасения маршала были вполне логичны. Любые новшества в военном производстве слишком рискованы. Это можно было себе позволить в мирное время, но не в начале войны, когда множество заводов остановило работу и отправилось в эвакуацию. Решиться на создание нового орудия или, как бы так сказать, санкционировать его разработку вот в эти тяжелейшие месяцы войны никто не решался, потому что это означало прекратить производство старых орудий, начать производство новых. В результате обязательно был бы какой-то провал в количестве изготовленных пушек. А это вот допускать было категорически нельзя. Фронт требовал орудий во всём возрастающем количестве. Грабин был настолько уверен в преимуществах новой модели, что решил пойти на риск. В августе 1941 года вышло постановление Государственного комитета обороны о мерах, упрощающих производство военной продукции. Директоратам предприятия предоставили свободу в организации производства. Главное – дать фронту больше оружия. В этой обстановке Грабин под личную ответственность убедил руководство завода номер 92 запустить первую партию ЗИС-3. Начинают де-факто производить непринято на вооружение орудие. Здесь надо ещё понять особенность времени. В 1941 году выискивали всё, что могло стрелять. Такая была ситуация. Поэтому, когда фактически начали отправлять непринятые на вооружение ЗИС-3, официально не одобрены, конечно, никто от них не отказывался. В декабре 1941 года первые 50 орудий ЗИС-3 отправились на передовую. На фронте пушка оправдала все возложенные на неё ожидания. Она была достаточно мобильной, чтобы расчёт из четырёх человек мог самостоятельно перекатывать её на поле боя. Это называлось «поддерживать пехоту огнём и колёсами». А благодаря расположению устройств наводки пушкой мог управлять всего один человек. ЗИС-3 – самая хорошая, самая современная пушка. Она очень лёгкая, всего 1200 килограмм. В кофонном положении 1350 килограмм. А бронепробиваемость хорошая. Короче, она, эти танки, самые их современные Т-4, запросто щёлкала. После положительных отзывов с фронта в начале января 1942 года Грабин лично представил новую пушку на заседании Государственного комитета обороны. Очень красиво сумел Грабин добиться рассмотрения о Сталина вопроса с ЗИС-3. Он дождался, когда Сталин признал его правоту в каком-то спорном вопросе. Признал, что косвенно, конечно, что сам Сталин был неправ, то есть благоприятный момент. И, согласовав со Сталином, ему показали пушку. Но, конечно, орудие ему понравилось, и прозвучала команда запустить на фронт. В феврале 1942 года ЗИС-3 официально приняли на вооружение Красной Армии. У советских артиллеристов новое орудие получило прозвище «Залп имени Сталина». Это было оружие, которого очень боялись. Солдаты вермахта прозвали ее «трещотка бум». Связано это было с тем, как летел снаряд. Сначала был слышен удар, затем выстрел. Это говорит о высокой скорости полета снаряда. С этим орудием можно было эффективно бороться с бронетехникой вермахта. Для борьбы с советскими танками немецкая промышленность пыталась внедрить свое орудие с калибром 75 миллиметров, почти таким же, как УЗИС-3. Разработку пушки, получившей обозначение ПАК-40, начали еще в 1940 году. Уже во время франкфуртской кампании немецкая сторона осознала, что существующий противотанковый калибр в будущем не будет соответствовать требованиям. Поэтому и разработали модель 7,5 сантиметров, которая обладала более высокими характеристиками. За основу взяли ПАК-38 и просто увеличили ее в размерах под новый калибр и упростили конструкцию. Пушки 1938 года использовались легкие сплавы, но с началом Второй мировой цветные металлы оказались в дефиците, так что новое орудие делали из обычной тяжелой стали. Пехотная противотанковая батарея ПАК-40 попала только в 1943 году. Эта пушка, я бы сказал, имела невероятно хорошие характеристики. Конструкторы разработали новый снаряд с очень высокой скоростью. За счет этого пробивная сила, естественно, была чрезвычайно высокой, и пушка была проста в управлении. Более мощный по сравнению с ЗИС-3 снаряд ПАК-40 давал и более сильную отдачу. При активной стрельбе ПАК-40 в буквальном смысле слова зарывалась в землю. Так что расчет уже не мог самостоятельно ни перекатить орудие, ни повернуть его на позиции, чтобы изменить угол обстрела. А из-за более мощного снаряда скорострельность ПАК-40 была ниже, чем у ЗИС-3. С 1943 года немцы вывели на передовую танки с мощным бронированием «Тигры» и «Пантеры». Немцы несли большие потери от нашей артиллерии, они увеличили толщину брони на своих тяжелых танках Т-4 и сконструировали уже самые современные, самые мощные «Тигры», «Фердинанды». Эти пушки не брали. Тогда наши вспомнили, что у нас было 57 калибр меньше, а бронепробиваемость 57 выше. Почему? Потому что там длинный ствол. За счет длины ствола и соответствующего заряда бронепробиваемость выше. С 1943 года выпуск 57-мм орудия ЗИС-2 возобновили. Оно заняло место прежней штатной противотанковой пушки калибром 45 мм и показало себя очень эффективно. Оно обладало прекрасной бронепробиваемостью, то есть оно было способно бороться со всеми немецкими танками в проекции там борт. Ну и в лоб оно могло брать в том числе и «Тигры» с расстояния, ну так сказать, где-то тысячи ближе метров. Это было весьма существенное превращение в возможности советской противотанковой артиллерии. Основной пушкой дивизионной артиллерии до конца войны осталась ЗИС-3. Она идеально отвечала запросам военного времени. Легкая и мощная, она пригодилась в боях за освобождение Европы, где бои часто шли в городах и на местности со сложным рельефом, в том числе и горным. Использовалась активно на всех фронтах, она была очень технологичной по тем временам, обладала прекрасными характеристиками и боевыми, и эксплуатационными, и технологическими, конечно, но считается в своем классе лучшим орудием второй мировой войны. После капитуляции нацистской Германии ЗИС-3 продолжила боевой путь по всему миру. В 1945-м эта пушка воевала против Японии. 50-е в Корее, 60-е во Вьетнаме. Сегодня это орудие – один из символов победы в Великой Отечественной. Дивизионную пушку чеканят на памятных монетах. Не случайно именно батарея ЗИС-3 традиционно производит салют в День Победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова